Привет, добро пожаловать на утреннее шоу. Сегодня среда, 18 марта. Рады видеть вас. У меня в гостях Эли Сан-Шу и Стэнли Чен из Шэньчжэня, Китая. Они также боссы моей программы China Soft Power в Китае, а также владельцы прекрасной компании в Шэньчжэне. Она очень успешна и приносит им радость. Эти две вещи, которые я обожаю видеть в компаниях. Сегодня наш вопрос. Вы готовы? Шапин из Румынии. Здравствуйте, Геша Майкл, и спасибо вам всем за эти прекрасные знания. Меня зовут Флорин, и я из Румынии. Первая из пяти целей DCI — это иметь кислородные деньги. И кислородные деньги — это пассивный доход в размере, превышающий межемесячные траты. Мой вопрос таков, какие семена надо сажать, чтобы иметь пассивный доход? Спасибо за ответ. Спасибо за этот вопрос, Флорин. Флорин — это отличный парень из Румынии, у него отличная компания, прекрасная работа. И его вопрос... Стэнли только что вспомнил слово на китайском. Можешь продолжить? Да. В китайском языке оно используется для пассивного дохода. Есть такое короткое обозначение союлю, дословно это твой доход во сне. Если у тебя есть недвижимость, например, ты сдаешь дом в аренду, ты этим зарабатываешь деньги даже во сне. У нас его измеряют по количеству часов, в которые ты спишь. Сколько ты получаешь час, пока ты спишь? Это похоже на пассивный доход. Ты зарабатываешь деньги даже когда ты находишься во сне. И я думаю, это то, о чем говорил Флорин. Это очень легко представить. Конечно, так бывает в реальности нечасто, но даже когда вы в отпуске или отдыхаете в выходные, находитесь за пределами офиса, деньги все равно продолжают притекать. И Флорин назвал это кислородными деньгами. Кислородные деньги означают, что никто не волнуется, что недостаточно кислорода в этом не отремонтированном кафе. Кислорода хватит на всех. Ребята, у вас есть идеи, как можно достичь такого? Даже когда ты не работаешь, деньги продолжают к тебе притекать. Даже больше, чем ты хотел. Как этого можно достичь? Какие это семена? Есть идеи? Знаете, деньги можно получать, если ты щедр с кем-то. Благодаря этой щедрости мы сажаем семена для денег. Чуть раньше мы обсуждали очень интересную вещь, которая называется процент на процентах. На самом деле это то, чем мы тут DCI занимаемся. Мы делимся с людьми своими идеями, как использовать семена, чтобы зарабатывать деньги. И когда ты это делаешь, все больше людей узнают о возможностях и становятся благосостоятельными. И каждый раз, когда они сажают семена и становятся изобильнее, мы получаем с этого процента. Мы автоматически получаем доходы. Мы обсуждали это до шоу. Есть идея, очень хорошая, в одной древней системе, которая называется абидарма. Стэнли, кстати, сейчас работает над ее переводом. Я дал ему этот перевод, потому что он молод, а перевод будет закончен к 2046 году, если мы не выпьемся из графика. Его книга будет выпущена в 2046 году. Очень надеюсь на это, жду этого дня. Есть одна древняя идея, и она очень прелестная. Допустим, вы строите библиотеку, возможно, публичную библиотеку, где каждый может брать книги. Это также может быть онлайн-библиотека. Вы создали ее, или вы построили это здание и дали возможность людям приходить и брать желаемые книги. Тогда даже, когда вы дома, или вы уехали из того района в другой и начали заниматься чем-то еще, любой другой работой. А в абидарме говорится, что каждый раз, когда кто-то ходит в эту библиотеку, каждый раз, когда он открывает книгу, если это электронная библиотека, как база ACIP, если вы помогали создавать эту базу данных, и даже если тебе это перестало быть интересным, и ты занялся чем-то еще, но если та база данных еще работает, и люди продолжают ею пользоваться, то ты продолжаешь получать с этого проценты, проценты с ваших хороших семян, всякий раз, когда кто-то этим пользуется. И также в этой древней книге рассмотрен еще один важный вопрос. Если вы даже умираете, вы продолжаете иметь проценты, если кто-то продолжает пользоваться этой библиотекой? Я думаю о том, что Элисон сказала ранее. Если ты делишься знаниями о системе семян, обучаешь кого-то, он тоже кого-то обучает и так далее, и так далее. Каждый раз кто-то пользуется тем, что ты начал, ты все равно будешь иметь с этого процент, даже если ты спишь. А что вы думаете, ребята? Мне нравится эта идея. Это значит, что я хочу подтвердить это. Благодаря каждому новому просмотру нашего видео «Персиковое дерево» мы получаем больше денег. Это здорово, очень крутая идея. У меня есть еще вопрос. За последние годы в бизнесе мы видели разных предпринимателей. Конечно, все они богаты, если их бизнесы успешны. Хотя одни из них действительно очень милые люди, а другие немного жадноватые, горделивые. И мне интересно, есть ли какая-то связь между тем, чтобы быть милым человеком и большим заработком? Лично я стремлюсь быть милым человеком с большим состоянием. Я уверен, что многие стремятся к тому же. Это про Муши Мусу. Можешь ли ты быть хорошим человеком и зарабатывать больше? Или ты можешь зарабатывать много и становиться все более плохим человеком? Что думаете? Я думаю, что некоторые люди хорошие, и они хорошо зарабатывают. Другие хорошие люди зарабатывают меньше денег. Да, это Муши. Да, Муши. Некоторые люди не такие хорошие, но они зарабатывают деньги. Некоторые не такие хорошие и не зарабатывают. Я думаю, что в общем говорится, чем добрее ты относишься к другим, тем лучше твоя жизнь. Потому что ты собираешь больше хороших семян. И тогда твои действия в посадке семян для денег становятся еще более мощными. Это очень интересный вопрос. Другими словами, если ты зарабатываешь деньги, используя четыре шага, то ты автоматически становишься хорошим человеком, потому что третий шаг подразумевает помощь другим. Ты обязательно помогаешь другим людям. С этой точки зрения, все, кто зарабатывает деньги с помощью четырех шагов, будут становиться хорошими людьми. Но, все-таки есть но, а Санкапа открывает другие возможности. Он говорит, что те, кто используют четыре шага и помогают другим только для того, чтобы обогатиться самим, не заботясь о других. Они помогают другим, потому что они вынуждены, чтобы посадить семена. Но в своем сердце им это не очень нравится. Они лишь терпят это. У них нет искренней любви человека к человеку. И отсюда встает другой вопрос. Очень популярный, кстати, вопрос. Будут ли они продолжать создавать деньги или нет? Возможно, я как-то и так запомнил. Но семена, как гравитация, неважно, веришь ты в это или нет, оно все равно работает. Все, что ты делаешь по отношению к другим, то же самое вернется тебе, только в большем объеме. И я верю, возвращаясь к этому вопросу, о котором упомянул Цанкапа, даже если ты эгоист, как любой нормальный бизнесмен, думаешь только о своей прибыли. Но когда ты помогаешь другим людям зарабатывать деньги, а это третий из четырех шагов, у тебя совершенно точно будет еще больше дохода у самого. Я уверен в этом. Но ты не будешь счастлив. Да, бизнесмены часто эгоисты, как поставщики, инвесторы, знаете, вот такая среда. Или твой бизнес-партнер-эгоист, это разрушительно. На самом деле ты сажаешь два семени за раз. Денежное семя и также семя, что люди вокруг тебя будут эгоистичными. Я еще одно вспомнил. Даже если ты используешь четыре шага в эгоистичных целях, ты получишь результат, но позднее. Если ты продолжаешь использовать четыре шага, то постепенно твоя вера в это будет расти. Вера в систему. Я, возможно, ошибаюсь, но вера будет сажать особенное семя. Если ты упустил что-то важное, то жизнь сама тебя научит быть более хорошим человеком. Здорово. Просто используя систему, ты встретишь того, кто научит тебя быть добрее. У меня появился интересный вопрос. Может, у зрителей он также возникает. Мы уже говорили о пассивном доходе, о процентах, процентов, о том, чтобы делиться с другими, обучать их, как сажать денежные семена. Кто-то может подумать, что, возможно, при этом не давать кому-то деньги физически, реально не давать деньги, а только обучать, показывать, как это работает, но самому не отдавать настоящие деньги. Что вы думаете? Мне кажется, у многих мог возникнуть такой вопрос. Я не знаю правильного ответа, но я бы делал и то, и то. Я бы реально давал настоящие деньги другим людям, физически помогал бы им, чтобы у них было больше денег, потому что я уверена, что таким образом мы однозначно сажаем семена для денег. И я бы делал очень много-много кофе-медитаций, особенно сейчас, когда ты застрял где-то и не можешь с легкостью поехать куда-то еще. У тебя много свободного времени, и его можно использовать, чтобы делать больше кофе-медитаций, чем обычно. Я бы также делал и вторую вещь, которую очень люблю. Я бы делился идеями о семенах. А я подумал, что это связано с кое-чем еще по вопросу Флорина. Если способ сажать семя для пассивного дохода кроется в том, чтобы делиться знаниями о семенах с другими людьми и помочь им, чтобы они были более успешны, и они пойдут и будут зарабатывать, даже если они живут в другом часовом поясе, то ты как раз будешь получать проценты, пока ты спишь в своем часовом поясе. Кто-то в этот момент, например, в Америке зарабатывает деньги, пока ты собираешь проценты. Как ты это по-китайски говоришь? Ты создаешь деньги во сне. И я подумал еще вот о чем. Мы любим DCI рассказывать людям на наших курсах или в утреннем шоу. Это один из способов обучать других, но когда ты сам делаешь то, чему учишь, это еще более мощно. И ты зарабатываешь деньги. И твои друзья могут заметить, что в прошлом году у тебя не было денег, а в этом есть. Тогда они сразу спросят у тебя автоматически, как это возможно, как ты это сделал. И я думаю, что Флорин ждет конкретных шагов. Что делать? Самое очевидное, чтобы у тебя были деньги во сне, делись знаниями о системе с другими людьми. Помогай им вникнуть в нее и использовать, пока они сами не добьются успеха. Это самый очевидный способ. Но я думаю, что приятно еще в этой системе четырех шагов. И думаю, Флорин много обучает, помогает другим людям в бизнесе. На мой взгляд, лучший способ помочь другим людям, это быть хорошим примером, живым примером, как родители. Лучший способ научить своих детей вести себя так, как вам бы хотелось, не объяснять им, как себя вести. И в этой системе означает, ты будешь счастливым и благосостоятельным, и у тебя будут деньги во сне. Это твоя обязанность быть сострадательным, чтобы быть успешным самому. Это немного конфликтует с тем, что мы слышали ранее. Иногда мы думаем, что, чтобы быть самому успешным, это эгоистично. Но согласно этой системе семян, это наилучшая вещь, самая неэгоистичная вещь, которую ты сможешь делать. Ты сам можешь стать благосостоятельным, используя эту систему. Но в то же время, делая это, люди последуют за тобой, и ты получаешь пассивный доход автоматически. Возможно, изучение того, как обеспечить себе пассивный доход, это сродни любви к другим. Если ты зарабатываешь деньги искренне, с любовью, ты увеличиваешь и свой пассивный доход. Тогда пассивный доход будет увеличивать сам себя. В английском есть выражение «богатые становятся богаче, а бедные беднее». Возможно, так же происходит и с четырьмя шагами. Может, те, кто их использует, становятся богаче. На своем опыте могу сказать, это так здорово, не предугадывать, как раскроются семена. Флорин упоминал, что один из способов иметь кислородные деньги – иметь пассивный доход, не работая много для этого. Но ты никогда не знаешь наверняка. Ты сажаешь семя, а оно может принести совершенно неожиданные результаты. И обычно они намного лучше, чем ты мог себе представить. Я бы сказал, не волнуйся о том, как именно к тебе придет этот пассивный доход. Возможно, внезапно тебе повысят, как ты говоришь, зарплату? Или тебе придет в голову новая идея, ты запустишь новый бизнес. Совсем не обязательно иметь пассивный доход. Но он точно принесет тебе финансовый успех. И у тебя будут кислородные деньги. Стоит отметить для Флорины, что кислородные деньги не обязательно пассивный доход. Это может быть, не знаю, лично мне нравится работать. Возможно, он будет автоматическим. Возможно, лучше сказать автоматический, а не пассивный. Автоматический доход. И еще ты можешь спать или усердно работать, но доход придет к тебе в любом случае. А я вспомнила только что кое-что интересное. Мне об этом рассказала моя китайская подруга. Она говорила про счета в ресторане. У счета есть четыре уголка. И она сказала, у денег, значит, есть четыре ноги. А у нас у людей только две. И все, что ты должен сделать, сажать семена и позволить деньгам догонять тебя, а не наоборот. Потому что у нас всего две ноги, а у них четыре. И мне кажется, это очень интересный пример. Сто долларовая купюра имеет четыре уголка, что означает четыре ноги. Позволь деньгам догнать тебя. И тебе не надо об этом думать. И это самое прикольное о кислородных деньгах. Куда бы мы ни пошли, они всегда нас догонят. А мне очень понравилось, что Стэнли только что сказал. Если вы посадили нужное семя, вы не можете предсказать, как деньги придут к вам. Вы можете быть уверены, что они придут. Но вы не знаете, как именно. Вот здесь есть особенный рулетик, который принесла Вероника. У него очень много неожиданных вкусов, которые раскрываются постепенно. Мне за это нравится система семян. Как деньги придут к вам, много вариантов. Неожиданно снаружи ягоды не видны. Просто сажайте семена, и кислородные деньги придут. А когда вы помогаете другим, как Флорин, когда вы знакомите людей с этой системой, вы получаете процент из процентов. Хорошо. Что там за вопрос у нас на завтра? Завтра нас ждут Джон Брейди и Кони Абрайен. Старший, пристарший, пристарший, пристарший DCI. Ты готов? Давай. Готов? Кто будет держать микрофон? Я буду держать. Привет, я Ральф из Германии. Первым делом я хочу поблагодарить вас за возможность задать вопрос. Это большая честь. Спасибо. Вот мой вопрос. Я очень много работаю на протяжении многих лет. Семь дней в неделю. В моей собственной компании я так и не достиг желаемого результата. Как будто есть какая-то большая сила, которая держит меня и возвращает на одно и то же место. Я веду свой шестиразовый дневник, делаю четыре шага. Мне реально очень нравится помогать другим. Но в чем может быть моя ошибка? Почему я до сих пор не достиг того успеха, которого хотел? Спасибо за ваш ответ. Спасибо за помощь. Пока храни вас Бог. Отличный вопрос. Спасибо за него. И мы ответим на него завтра. До встречи в четверг.